ММКФ 2015 стартовал, и лучшие из лучших нашего кинематографа съехались, как говорится, на людей посмотреть и себя красивых показать. Кто с кем, а главное, в чём появился на красной дорожке церемония открытия 37-го кинофеста, расскажет Сергей Гладун. Красная ковровая дорожка расстелена, операторы взбираются аж на крыше зданий. Пока Никита Михалков трусцой спускается вниз, пришедшие гости носятся взад-вперёд мимо фотографов, поражая разрезами на своих платьях. Один Вячеслав Зайцев, так похожий на шляпника из «Алисы в стране чудес», вальяжно перемещается по ковру. Да и Рената Ледвинова в изящном платье от Ульяны Сергеенко томно смотрит на всё происходящее с лёгким испугом. Как не оплошать на красной ковровой дорожке? Даже не знаю, не быть жирным, не перестараться. Ну, судя по всему, вы. Я старалась. Ещё как старалась. Светлана Бондарчук, похоже, единственная, кто приходит в золотом одеянии и становится до боли, похожа на одинокую статуэтку Оскара. Где у вас спутник? Спутник Министерства Фёдор. На форуме я там работаю. Ага, понятно. То есть сегодня одна одинёшенька? Почему я не одинёшенька? Я тут всех знаю. Собственно говоря, мне уже сложно здесь быть одинёшенькой. Единственная, у кого не получается порхать на открытие ММКФ, это легендарная актриса Жаклим Бесет. Англичанку упала с лестницы в день приезда в Москву и сильно повредила ногу. Во время споров при обсуждении фильмов я соберу все свои силы. Это главная нога второстепенная. Хотя многие подумали, что ногу Жаклин отдавили именно здесь, ведь в очереди за фото – это не редкость. Я никому, а мне уже пару раз наступили. Ну, это ничего страшного на самом деле. Это говорит о том, что, наверное, много людей хочет сюда попасть, и поэтому такая толкучка на красном дорожке – это всегда здорово. А вот куда ведёт эта ковровая дорожка после просмотра фильма «Открытие». Артисты отправляются прямиком на автопати, где можно поделиться своими сбывшимися мечтами. Мне повезло, потому что я сидел во втором ряду прямо за обнажённой спиной Жаклин Бесет, в которую я был влюблён, по-моему, с 76-го года. И вдруг воочию живая Жаклин, я её трогал, я с ней говорил по-французски, потом мы с ней сфотографировались, потом мы с ней, по-моему, танцевали. Вот только танцев на самом автопате не предусмотрено. Друзья, кризис, кризис в стране, давайте не забывайте об этом, поэтому отсутствие музыки может быть вызвано именно этим, поскольку денег на музыкальную группу просто нету. Ну, а членов жюри дорожка ведёт в прекрасное общество – к президенту кинофестиваля Никите Михалкову, который пока доволен всем. Знаете, говорит, пока всё идёт нормально, подумал, выброшенный с 19-го тура прилетаем им в 9-го, поэтому только начали, вроде всё идёт нормально. Итак, чем же угощает на званом обеде Никита Сергеевич достопочтенное жюри? Конечно же, это вкуснейший салат из артишоков и цветной капусты. Изысканный мусс из грибов под винным соусом, и взгляните, вот это маленькое – это яблочки. Здесь спросить о стоимости вообще такого обеда. Сложно сказать, потому что, ну, это благотворительный обед, я так понимаю. Благотворительный обед с рыбой, меч и артишоками. Да, всё верно. Но это же не главное, правда. Всё-таки на кинофестивале должны вестись разговоры не только о еде, но и о кино. Тем более, у мэтра уже есть свои предпочтения. Конечно. Но, нет, это не значит, что вы узнаете его в конце, потому что он может не получить. Это, так сказать, у нас тут нет такого «мой фаворит» или там «наш фаворит», поэтому мы получаем. Узнаем о совпадении уже в конце фестиваля. Сергей Гладун, Оксана Сеничева и Гриша Мачульский. РО Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова